Ну-ка, если у них девчата такие, то какие же у них ребята? Это здорово, что мы, две сильнейшие авиационные державы, перестали быть врагами. И дружба государств будет строиться на фундаменте человеческих отношений. Как приятно обрести друга на другой стороне планеты, так хорошо понимающего тебя и так же мечтающего о небе. А в августе мы снова встретились, теперь уже в Америке, и встретились как старые друзья. Удивительно, было такое впечатление, будто мы расстались только вчера. У нас не было много времени на осмотр достопримечательностей, и Америку в основном мы видели из окон автобуса или из кабин самолетов и вертолетов, ведь мы приехали сюда работать. Съемочная группа «Крыльев России» рада приветствовать вас у ворот летно-испытательного центра военно-морских сил США «Патексен Тривер». Мы находимся здесь в составе делегации Летно-исследовательского института имени Громова и АКВ имени Микояна. Утро на американской испытательной авиабазе. Короткое приветствие часового, и мы въезжаем на территорию. Утро на любом аэродроме в основном одинаково. Это ожидание полета. Тишину и пение птиц еще не разрывает рех форсажей взлетающих самолетов, и аэродром выглядит почти как наш. Те же ангары, те же рулежки и те же самолеты. Только американцы. Да и люди такие же. Только язык и ноль. Аэродром готовится к своему обычному трудовому дню. Так же, как и в нашем городе, оставляя семьи, авиационный люд стекается в помещения и ангары наполняет собой стоянки самолетов. И делает то же самое, что и делаем мы на своем аэродроме, начиная рабочий день. А самолеты ждут. Ждут тепла человеческих рук, рук техников, инженеров, летчиков. Но в этот день они ждали и нас. Занятия, подготовка к полету, толстые инструкции на английском языке, внимательные инструктора. Короче, самая обычная предполетная подготовка. Только на новых для нас типах самолетов. Мы многое знали о них и раньше, из научных статей и обзорных журналов, но это было лишь заочное знакомство. Теперь же нам открылась возможность узнать их и почувствовать их характер в полете. Каждый из нас, кто собирался лететь, тщательно готовился, запоминая особенности, уточняя детали. Ожидание полетов на американских истребителях и вертолетах волновало каждого, даже самых опытных и заслуженных летчиков-испытателей, которые были среди нас. И никто не скрывал этой радости в предвкушении ожидавшего нас. Александр Горнаев, летчик-испытатель ОКБ «Микояна», освоивший 40 различных типов и модификаций летательных аппаратов. С точки зрения всего предыдущего опыта, начиная с первоначальной подготовки военного училища, это совершенно нереально. Вот так вот с американцами, с нашим вероятным противником, запросто боротаться и меняться опытом во всех служебных и неслужебных обстановках. Поэтому я даже не могу сказать, что сбылась какая-то мечта. Для меня это было совершенно нереально. И поэтому мое отношение сейчас... Сбылась какая-то фантастика. Игорь Волк, заслуженный летчик-испытатель, герой Советского Союза, летчик-осмонавт. В Первом Союзе поднимал атмосферный аналог нашего «Бурана» и первый на нем выполнил бездвигательную посадку. Освоил более сотни различных типов летательных аппаратов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok